привет привет добро пожаловать в новый влог ни за что не угадаете к чему я тут подготовилась пока что я не знаю что мне понадобится телефон или компьютер но на всякий случай поставила штатив для телефона и компьютер также здесь сегодня у меня индивидуальный видео урок с экспертом бренда armani представляете со мной такое впервые я очень хотела бы узнать какие-то фишки использования их средств поближе познакомиться с новинками и научиться чему-то новому было бы здорово если бы мы попробовали сделать какой-то нетипичный для меня макияж более смелый я тут даже собрала чистые кисточки какие-то любимые средства armani принесла мой любимый тинт для век в номере 11 помимо этого консилеры старый новые пудра карандаши для глаз тушь и еще четыре новых оттенка тинтов для век их знаменитых супер популярных всеми любимых через пару минут начинаем и потом я расскажу вам как все прошло и так у нас на самом деле уже следующий день я собираюсь на встречу с подругами и у меня не так много свободного времени поэтому полноценную собиралку от и до и обязательно запишу в следующий раз а сейчас я уже успела нанести немножко тонального крема прокрасила оттеночным гелем брови и сделаю глаза причем макияж у меня будет такой не совсем обычный для меня я сегодня буду в лаконичном черном аутфите но решила добавить интересные нарядные серьги у нас будет репетиция 8 марта потому что скорее всего именно 8 мы не сможем встретиться так что почему бы и да по поводу моей вчерашней видео консультации это абсолютно бесплатно это доступно всем вы регистрируетесь через официальную страницу armani я оставлю вам ссылку внизу и выбираете удобное для вас время я была конечно в приятном шоке потому что во первых это общение живым человеком у которого вы можете все спросить которому вы можете обратиться с любой проблемой если что-то не получается в макияже и также это не 10 15 минут а 45 50 за это время можно реально научиться краситься с нуля помимо такого урока макияжа который был у меня вчера есть еще и разные опции это в том числе и разбор косметички то есть те средства которые у вас уже имеются подсказки что и как лучше наносить какая форма подходит вашему лицу вашим глазам губам и так далее если вы не можете сами составить уходовую бьюти рутину если вы хотите научиться делать самом массаж если вы не можете самостоятельно подобрать нужное тональное средство оттенок в этом всем также помогает бьюти эксперт или если вы выбираете аромат это очень красиво у них называется помогают составить парфюмерный гардероб один из моих самых любимых ароматов armani это код я думаю что много раз слышали о нем и после вот такой консультации каждый получает еще и промокод при оформлении заказа на официальном сайте armani вы в подарок получаете несколько миниатюр обязательно уточню что именно но это всегда дополнительные приятные бонус и вчера я училась делает смолки айс с остальным один там и также с черным карандашом именно такой макияж я буду пытаться повторить или что-то похожее потому что на самом деле вариантов использования как айтинта так и карандаша есть гораздо больше чем я даже думала вот я тщательно прорисовываю верхнюю линию роста ресниц при помощи черного карандаша номере 4 этот карандаш не застывает он очень кремовый очень пигментированный его можно растягивать буквально до бесконечности со второй стороны здесь есть спонж которым удобно все можно растушевать поднимаюсь немного выше кстати вчера я также узнала что тренд на смолки айс ввела креативный директор романи бьюти такие дела теперь я беру айтинт в номере 60 это такой легкий стальной цвет который подойдет даже для дневного смолки айс это один из четырех новых оттенков айтинтов его можно наносить на все века в качестве основного оттенка пальцем растушевала быстро просто готова он фиксируется и прекрасно держится в течение всего дня если вам нужен цветной акцент какой-то интересный поверх макияжа уже какой-то готовой растушевки есть темные цвета которые служат подложкой под последующий макияж глаз их можно наносить и в качестве стрелки например яркие оттенки или даже можно смешать вот такой любой айтинт с нестойким карандашом нанести и у вас получится интересная стрелка и при этом она будет тоже хорошо держаться теперь трюк который мне подсказала бьюти эксперт то что отпечаталась у нас на слизистой мы будем растушевывать вниз при помощи того же спонжа тушь у меня сегодня тоже armani это ice to kill их знаменитая она очень хорошо прокрашивает реснички имеет супер насыщенный черный цвет и также разделяет их пришло время добавить консилер это luminous silk в оттенке 4 он очень легкий и светоотражающий и не утяжеляет макияж и последний штрих это увлажняющий бальзам в оттенке 3 плам у меня нет слов как будто не я слушайте мне очень нравится то что у меня получилось смело дерзко сексуально при этом просто без лишних движений каких-то инструментов сама я бы не рискнула так накраситься без подсказок поэтому видите эти консультации действительно дают очень много всего полезного не забывайте записываться а мы с вами передвигаемся в следующую часть влога доброе утро я очень голодная сейчас по-быстрому буду готовить завтрак как в кофейне как раз приедет томок он что-то забыл дома и мы с ним вместе позавтракаем это сейчас не просто наш завтрак очень часто делаем такие тосты и на ужин дома как всегда есть авокадо потому что игнас сейчас влюблен в него и он может сам съесть целое с хлебом и с солью но когда я начала делать именно эти тосты он говорит мама сделай мне такой тост как тогда в воскресенье это очень просто и вкусно и и наполнение таких тостов может быть совершенно разным сейчас у меня закончилась руккола на выходных поэтому я буду добавлять зеленый лук также вместо колбаски вы можете взять например бекон поджарить его но сегодня готовлю из того что есть в холодильнике еще у меня здесь очень классная находка для дома которую я покажу вам когда уже буду всем запаковывать обратно в холодильник еще добавлю немножко хлеба потому что этого недостаточно для меня и мужчины разогреваем сковородку и добавляем немножко оливкового масла спрей в прошлом блоге я как раз вам показывала яйца я предварительно поджарю не беда если они там соединились сковородке нужно их так условно разделить домик любит с майонезом поэтому ему добавим его у меня будет тост без майонеза выкладываем яйцо по одному на каждый тост поджариваем бекон или берем любую ветчину колбаску все что вы любите сыр чаще всего мы покупаем голду гауда как у вас называется у нас голда по-польски польский сыр тоже вкусный между прочим нарезаем лучок или моем рукколу любую зелень на самом деле которая есть у вас дома в прошлые разы я постоянно готовила именно с рукколой было невероятно вкусно вот реально так кофейне но ничего это будет сытный завтрак у нас сегодня сучку мы включаем тостер наверняка будут те кто пропустил эту информацию не все смотрят прям каждое видео у меня тостер со сменными панелями от бренда tefal то есть здесь можно запекать вафли есть гриль просто такая типа как решеточка и это очень удобно и это один из тех кухонных гаджетов которые мы используем чаще всего помимо термомикса и этот тостер продается чаще всего в фирменных магазинах tefal или на официальной странице томик покупал его в нашем аутлете краковском и я думала что он представлен только там на самом деле потом девчонки писали что нет просто именно эта модель со сменными панелями она представлена там где я сказала и чаще всего в сетевых магазинах ее не найти я думаю что онлайн можно где-то поискать и называется он снег коллекшн я сначала запеку себе тост потому что дома где-то там едет и чтобы у него были горячие тем более у него два как раз одновременно положу а мы уже идет подогреваться я не люблю авокадо в теплом виде поэтому я сделаю отдельно гуакамоле и вы знаете когда-то я была в кофейне но не было а купила с собой тост будучи в торговом центре у нас по-прежнему закрыты рестораны мне общем дали тост и отдельно гуакамоле мне показалось что это так вкусно лайм у меня тоже закончился поэтому я возьму просто сок лимона опять же оливковое масло соль можно добавить чеснок мне как-то утром не хочется есть чеснок поэтому я так просто все перемешаю еще порежу сюда несколько помидорок че кофе себе сделаю упс получилось чуть-чуть сверху я считаю что это идеальное начало дня вот так бы каждый день ну к сожалению это не так зато тост супер супер вкусное обязательно попробуйте особенно с беконом и с рукколой это вообще вынос мозга я вам обещаю можем какая красота дома где-то купил тюльпана забыла спросить где кстати и желтые и вот эти я помню что ровно год тому назад он привез розовые которые со временем вообще поменяли цвет на фиолетовый вы мне писали что такое иногда бывает а вот эти сейчас распустились как будто ажурная и смотришь на них и только сейчас заметила что тюль так и не выровнялась и меня это как-то не особо волнует у меня сейчас не особо есть силы чтобы их отпаривать поэтому так и будут висеть зато тюльпаны волшебной красоты правда а а а а а а а Продолжение следует... 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 Поэтому еще и нужно отправиться к аллергологу, чтобы на всякий случай получить свои таблетки, потому что я не хотела бы снова ходить с краснющими глазами, с отекшим носом и так далее. Это не очень приятно. Сейчас довольно сложно записаться ко всем специалистам, но сделаю это заранее, чтобы потом не бить тревогу, не бить в колокола. Господи, спасите, помогите. Как вам такие очки? Это Барбари. Да, недешево, но зато мне нравится. Все-таки хотелось бы, чтобы мне отремонтировали эту оправу, и я пыталась найти ее онлайн. Возможно, это какая-то супер старая коллекция. Невозможно, а скорее всего, потому что им уже много лет, так как я сказала, но у Армани тоже красивая оправа для мужчин и для женщин. Кстати, когда я их покупала, то меня чуть-чуть смущало то, что внутри они фиолетовые, а со временем я перестала обращать на это внимание. И зачастую те оправы, которые мне нравятся, они черного цвета, а черные для меня слишком контрастные, особенно когда они накрашены. Это так, ну, не освежало меня и как-то так, как что-то инородное на мне выглядело. Возможно, это какие-то мои, знаете, заморочки, но тем не менее, я люблю типа как под черепашку или коричневые очки. Что касается солнечных, то больше всего у меня черных очков, а вот оправу мне хотелось вот такую. Они слегка вытянутые, слегка как кошечки, просто фантастическая оправа. Ну, попробую еще носить такие очки и, да, видите, здесь и дужки такие тоненькие. Я надеюсь, что я их не угрохаю. И вот этот носик нужно, наверное, корректировать спустя какое-то время. Ну, в общем, они такие интересные, красивые. И я посчитала, что пусть в этот раз будут такие. И стараюсь себя приучать тоже работать на компьютере в очках. Хотя это непросто. Я вообще постоянно их где-то забываю. Если достаю из машины, то потом, когда спешу куда-то на доехать, то очки остаются дома. И потом я не могу ехать. Ну, в общем, я все еще на всякий случай буду возить и эти очки. Помимо очков для зрения, я увидела еще очки от солнца. И, в принципе, у меня довольно большая коллекция уже хороших очков с хорошими стеклами. И вы наверняка уже много раз слышали от меня о том, что мы с мамой давно не виделись. Я очень жду, когда будут какие-то послабления, и можно будет поехать домой. Моя мама сказала, Оля, вот подарок денежный, выбери себе что-то на день рождения. Потому что многие родственники реально не знают, что мне подарить. И мне даже иногда проще самой себе что-то выбрать. То под настроение, то мне нужно сосредоточиться, посмотреть, чего мне не хватает. У меня и так много всего. Но, короче говоря, я решила купить себе очки. Такие же, как у меня есть, только от Mango. Не такие же, они все-таки отличаются. Но я от них без ума. Мне они очень нравились. И я также много раз вам рассказывала о том, что очки Mango всегда супер стильные. Много каких-то универсальных, таких классических моделей вне времени. Видите, эти уже перекосились. И они такие легкие, с одной стороны. Очень стильные, красивые. И часто, когда я в них появлялась, спрашивали, откуда они. Это были Mango. Мне тоже сложно расставаться с такими вещами, которые я люблю. Но я понимаю, что для зрения все-таки нужны более качественные очки. Тем не менее, иногда я покупаю себе сначала такие, подсобираю денежек. Или есть какая-то возможность на денежке себе что-то купить. Или по-разному бывают. Не покупаешь много дешевых очков, берешь одни качественные. Мне нравится разнообразие. Поэтому появилась возможность, и я решила купить более качественные такие. Кстати, я видела их только в другом цвете, еще на сейлах или в каком-то аутлете в Америке. Когда я оформляла заказ через бандерольку, пока я там что-то выбирала, короче, их купили. И в одном, во втором месте я увидела в другом цвете. Это Oliver Peoples. Американский бренд. И я решила, это знак. Раз они мне так нравились, тем более, это более качественный вариант очков из манго. Посмотрите, они похожи. Вот по форме, да? Цвет стекол отличается. Но это очень стильно. Они более качественные. Даже сама оправа, несмотря на то, что она очень тоненькая, такая железная. И вот, имея одни в руках и вторые, ты все-таки понимаешь, что эти более качественные. Если не говорить о том, что стекла здесь получше, лучше в них видишь. И они лучше защищают от солнца. Давайте я, как всегда, как разболтаюсь, покажу вам их на себе. И опять же, вот эти дужки, носик, это та модель очков, которую я всегда избегаю, но они очень красивые. Это как сразу, знаете, один балл к полному образу. Можно быть вот так, как я сейчас в леггинсах, в свитере, и все, сразу выглядит как-то так более элегантно, более шикарно. Вот, наверное, самое подходящее слово. Так что очки очень крутые, и бывают разные цвета стекол. Видела тоже голубые, розовые. Они того стоят. Посмотрим, как они будут носиться. Но я говорю именно о визуальном каком-то, да, аспекте, и также о качестве стекол. Я надевала их уже два раза в солнечную погоду, и глазам было очень комфортно. Многие интересовались в Инстаграме, что это за очки такие обалденные. Вот это такой бренд, как я сказала. Oliver Peoples. Лос-Анджелес. Конечно же, были все коробочки, там какие-то книжечки. И я постараюсь отыскать для вас похожие модели или такие же, и оставить ссылки в инфобоксе. А если еще удастся найти со скидкой, то, конечно же, это будет дополнительный бонус при покупке. Очень красивые очки. У многих брендов есть похожие, там у Dior. Но на самом деле многие, то сильно большие, вот не было того самого хорошего варианта, который я искала, чтобы заменить свои очки из манго. Хотя, простите, тоже очень люблю. Нужно отпускать, да, и не складировать. Тем более, что сейчас у меня более удачный, более качественный вариант. Спасибо маме за подарок. Вот, буду носить с огромным удовольствием. Также в последнем влоге или в предпоследнем вы могли видеть у меня новую сумку. У меня сейчас есть несколько хороших, качественных, базовых сумок. И я искала еще и светлую сумку для себя, чтобы это был теплый бежевый цвет и золотистая фурнитура. И мне очень нравится, когда это не яркое золото, не блестящее, не кричащее, а более такое приглушенное. И я как-то показывала вам эту модель сумки, это бренд Котч. Я покупала ее на Золандо, я заказывала ее в другом цвете. И тогда я все-таки пришла к выводу, что нет, я ее верну и всегда засматривалась на бежевую. Но в прошлом году она была в похожем цвете, только с серебром. А летом я все-таки чаще ношу бижутерию под золото и кого-то не смущает, когда это не сочетается с фурнитурой на сумке. Но мне так более комфортно, мне так больше нравится, когда это все в одном цвете хотя бы приблизительно. И я нашла эту сумочку, решила ее приобрести. Она приехала ко мне. Вы знаете, очень неплохой вариант, но она не супер вместительная. Я не уверена, пометится ли сюда камера. Я, наверное, все-таки, да, можно ее сюда пристроить в логовую, кошелек, телефон. Да, камера не всем необходима, но я сразу так думаю о себе. Внутри она такого карамельного цвета. Сумка выполнена из кожи, а внутри она типа как под замши. Я рада, что это не светлый цвет, то есть она не будет так быстро пачкаться. К ней еще и прилагался длинный ремешок, но я уже куда-то его отложила. Но сумку распаковала какое-то время тому назад. И я очень редко, на самом деле, использую длинный ремешок. Чаще всего ношу вот так на плече. Она не слишком большая. Мне такой он нравится на каждый день. И цвет прям такой, как я хотела. Тоже лаконичная сумочка. Здесь ничего лишнего нет. Каких-то супер ярких логотипов. Мне нужна была база именно на весну и лето. И меня сейчас очень потянуло на светлые цвета. Смотрите, сзади здесь есть кармашек. Очень удобно засунуть телефон или какую-то салфетку. Я часто пользуюсь таким кармашком в своих сумках. Если он есть, то это для меня всегда плюс при покупке. Внутри у нас два отделения, которые не закрываются. И также большой кармашек на замке. Помимо этого есть еще и маленький карман. Куда можно сложить там, не знаю, помаду, зеркальце. Также был пыльник. Ой, а это что такое? Какая-то книжечка, наверное. Типа с серийным номером. Что-то такое. У меня была еще и скидка 15%. На эту сумку периодически бывают такие приятные сюрпризы от Доланда. Они присылают на e-mail. А, еще помимо этого вот такой карман. Короче, сумка классная. И они есть в разных-разных цветах. Более интересные, там сочетание. Мне нравилась такая болотная, зеленая. Очень красивая она была на сейле, но я не успела. Ее кто-то купил. Вот если что-то нравится, я поняла, Оль, заказывай, не выжидай чего-то, как курица и яйца. Бери. И теперь появилась эта сумочка. Я решила, это то, что я искала, то, что я хотела. Поэтому я уже потихоньку готовлюсь к весне. Еще хотела вам показать неудачную покупку. Я показывала эту пару обуви в своем инстаграме и еще не успела вернуть. Поэтому предупрежу и вас, так как я считаю, что оно того не стоит. Бренд Утерк, это часть Индитекса, то есть Зара, Берш, Кастрадивариус, Оиша, появилась у нас на Золанду. И я увидела светлые, типа, ботинка, туфли. Сейчас увидите. И думаю, на весну это как раз классный вариант. Во-первых, коробка пришла настолько поюзанной, как будто она с того конца цвета ехала ко мне. Здорово, что прилагается пыльник. Это натуральная кожа. Я хотела себе грубые вот такие прям дерби, или как они называются, потому что это не совсем лоферы. Я не фэшн-блогер, поэтому I'm sorry, я могу ошибаться. В общем, такие. И, кстати, на сайте они выглядели более аккуратными. Во-первых, я вообще прогадала с размером. Я взяла себе 38-й, они слишком велики. Во-вторых, они супер тяжелые. Можно ходить и качать ноги, но я не готова, потому что они смотрятся очень громоздкими. Они прям увеличивают ногу на несколько размеров. И если бы я была повыше, то было бы окей. А так как я невысокая, вот эти ботинки, ну я очень как-то теряюсь у них. А цвет мне, конечно же, нравится, но, к сожалению, нет. Они очень тяжелые. Этим ботинком можно кого-то прибить. Ну как-то нет. И этот магазин у нас не представлен в торговых центрах, то есть нигде я не могу пойти, что-то там померить. Я думаю, что я буду заглядывать на Золанду именно в раздел с, чуть не сказать с Uniqlo, не с Uniqlo, а с Elterg. Потому что, в принципе, у них много красивой базы. Ну, как видите, с первой покупкой у меня получился промах. Такое тоже бывает. И это такие обдуманные покупки. То, что мне нужно было, то, что я хотела. Я думаю, что мы с вами потихоньку на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Я вас крепко целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.